Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 7. В горах минус 8, минус 13. Днем до плюс 9 и местами минус 2, плюс 3. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 6. Днем 6-8 градусов тепла. Накануне был день вывода войск из Афганистана. Все мы отдаем дань уважения и памяти всем нашим согражданам, погибшим при исполнении воинского долга за пределами нашей страны. Это особый подвиг. Быть на войне в мирное для своего отечества время. Наши солдаты и офицеры проявляли самоотверженность и доказывали преданность Родине везде, где нашу страну призывали на помощь. И сегодня особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. И этим утром мы расскажем об организации ветеранов войск правопорядка. Чем она сегодня живет? Как происходит их взаимодействие с первичными районными ветеранскими организациями? Какая работа ведется в плане военно-патриотического воспитания молодежи? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит председатель регионального отделения Северокавказской общественной организации ветеранов поиск правопорядка подполковник милиции в отставке Сергей Кузнецов. Доброе утро всем. Доброе утро, Сергей Иванович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сегодня в первую очередь хочу поговорить о вашей ветеранской организации. Чем конкретно вы сегодня занимаетесь? У вас богатейший опыт, естественно. И хотелось бы узнать, что вы делаете, чтобы его передать людям? Вопрос непростой. Чем конкретно занимается ветеранская организация? Ну, сразу начнем с того, с аббревиатуры организации. Это региональное отделение Северокавказской межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка. То есть она объединяет ветеранов внутренних войск, ветеранов Росгвардии, в которые вошли СОБР, ОМОН, неведомственная охрана, лицензионно-разрешительная служба. Вот эти подразделения, это тоже, выйдя на пенсию, человек становится участником ветеранского движения. Но это не факт, что он становится участником и активом ветеранского движения. Вот если в номинале у нас около 500 человек, пенсионеров, то в активе организации, ну, цифра не секретная, мы пенсионеры, 123. Закон требует, чтобы для вступления в организацию человек написал анкету, заполнил анкету, написал заявление, подпись, и кандидатура рассматривается. Пенсионер и ветеран, член ветеранской организации, это немножко другая разница. То же самое требование и к ветеранской организации, к региональному отделению, которое в МВД Карачаева-Черкесии, полковник Тим Резов руководит, председатель совета. Я председатель совета регионального отделения, нашей республиканской организации. Говоря о том, чем в основном мы занимаемся, наши задачи заложены в уставе нашей организации. Мы свою деятельность осуществляем, опираясь на устав общероссийской организации ветеранов войск правопорядка. Там под пунктом все очень четко и ясно. Социальная поддержка и защита ветеранов. Социальная поддержка. Она включает сюда и адаптацию ветерана после выхода в отставку. Человек всю жизнь прослужил, он занимался определенным родом деятельности, воинской службой. А выйдя в отставку, как рыба, выброшенная на берег. Если не подобрать и не опустить в ведро с водой, чтобы дышал дальше. Вот те же принципы. Социальная адаптация, юридическая помощь. Помощь в решении каких-то вопросов социума, то есть бытовых вопросов. Военно-патриотическое воспитание, благотворительность. Все это вот задачи. У нас есть направления, которые оговорены уставом. Вот социальная поддержка, военно-патриотическое лечение и помощь в здоровье, путевки, санатории и так далее, в дом отдыха. Вот мы создали актив организации, совет ветеранов. Ну, есть иерархия в любой организации. Создали совет. Это очень авторитетные, грамотные люди, прошедшие всю службу, руководители отраслей, ведомств наших, нашей службы. Я начинал службу с рядового милиции. Я ушел под полковником милиции, не полиции. Ну, вот как-то не посчастливилось мне полицейский мундир одеть. Вот то, что вы сказали, то, что вы перечислили, это все понятно. Поддержка этих ветеранов, как вы говорите, подобрать, помочь, адаптироваться, социальная поддержка, юридическая помощь. Но, мне кажется, одна из основных и важных задач в вашей работе, это все-таки военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вот в этом направлении что вы делаете? Совершенно верно. Во-первых, если говорить о войсках национальной гвардии, о Росгвардии в целом, в Росгвардии существует концепция. Это документ, облеченный в форму распоряжения, разъяснения и так далее. Это концепция военно-патриотического воспитания. Росгвардия не та организация, которая бы не обратила внимания на идеологию молодых, подрастающего поколения и так далее. Вот смотрите же новости. Вот смотрите, на Украине в пятом классе уже формируют нацбатальоны. В пятом классе. А у нас дети, когда приходишь, урок мужества или вот у нас юбилейные даты, посвященные героям отчизны, начинаешь рассказывать, даже президент обратил внимание, как так не знать, что такое Сталинградская битва. Дети сейчас, не знаю, девяти-десятиклассники, не знают такой, кто летчик Гастелло, кто была Зоя Космодемьянская, в фильме увидели. А Александр Матросов. Я говорю, ребята, вы знаете, вот что во время войны подвиг Александра Матросова повторили шесть наших земляков. Шесть. Закрыв амбразурой немецкий дзот и дать возможность товарищам подняться, идти в атаку, победить в бою. Шесть человек повторили. А кто такой Александр Матросов? Вот видите, и сразу направление становится понятно. Мы садимся с ребятами, но нужно, говорю, заниматься. Если у них нет этого в школьной программе, давайте будем давать по возможности. Мы заключаем соглашения со школами. У нас заключены с школами и в Чапаевской, в Чапаевском, в Джигуте. В общем, смысл в чем? Мы заключаем соглашения о сотрудничестве со школами, с учебными заведениями, проводим занятия на различные темы. Но в основном, вы правы, это военно-патриотическое воспитание. Нельзя человека заставить или научить быть патриотом. Это можно только на примерах. Им есть чем гордиться. Смотрите, какие у нас герои есть. Наши улицы, улица Умара-Лива, Балахонова. Ребята, это все живые когда-то люди, наши соотечественники, которые совершали, не рискуя своей жизнью, а жертвуя собой ради высоких идеалов. Но если не первый раз, то второй раз ребенок это услышит обязательно. Они очень впитывают быстро, и память, слава богу, у них хорошая. Поэтому Центр военно-патриотического воспитания у нас тоже на первом месте. Мы часто там работают, наш актив, выступаем с ребятами, совместные мероприятия проводятся. Точно так же мы и с казачеством, с подрастающим поколением, мы участвовали в соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Мы поздравляли награды победителям, вручали от ветеранской организации нашей Росгвардии. Здесь очень-очень много. Сергей Иванович, ну, насколько я понимаю, практически в каждом районе нашей республики есть ваша первичная ветеранская организация. Вот как происходит это взаимодействие? Ну, это структура, структура организации. Любая общественная организация формируется сначала сверху, как это ни странно, да, формируется ядро и потом уже... Но! Формируется, да. А вот деятельность основная, это именно в первичных организациях. Ведь они, большинство работы, которая оговорена нашим уставом, проводят первичные организации. Это вот и Карачаевский район, и Зеленчукский район, и Усть-Джигутинский район нашей первичной организации. Там очень достойные люди в Совете ветеранов, они объединяют ветеранов, им помогают на местах, помогают служащие Росгвардии, в Карачаевске помогают, в Джигуте. То есть наши офицеры, которые еще несут службу, они помогают ветеранам. И в благотворительной деятельности, и военно-патриотической возложении венков к датам, к юбилейным, к значимым датам нашим государственным. Вот, все это проводится, потому что это необходимо. Ну что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости, на нашу программу. И, конечно, я вам желаю в первую очередь здоровья и успехов в вашей работе. Спасибо вам. Спасибо. На базе археологического музея КЧГУ имени Умара Алиева прошел круглый стол «Археология в Карачаево-Черкесии. Состояние и перспективы развития», где были презентованы научный журнал, материалы и исследования по археологии Северного Кавказа и сборник «Хумаринское городище», итоги междисциплинарных исследований. Также на мероприятии обсудили вопросы развития археологии в республике. На мероприятии принял участие наш корреспондент Алихан Лепшоков. Нам сегодня очень важно уделять внимание развитию такой увлекательной отрасли науки, как археология. И наша задача оказывать свою поддержку, отметил, открывая работу круглого стола, ректор КЧГУ Талсултан Узденов. Также он презентовал приоритетный проект вуза по археологии, который представляет из себя комплексное исследование памятников археологии Карачаева-Черкесии и разработку различных курсов высшего и дополнительного образования в области археологии. Идея такая, чтобы археология была заявлена в стенах нашего университета как приоритетная, как страт-проект, в различных ипостасях своих, насколько мы сможем наши ресурсы позволять. И, конечно же, благодаря поддержке тех людей, которые здесь собрались, друзей нашего университета, я думаю, что такой синергетический, преобразующий, аккумулирующий эффект мы можем создать в стенах нашего университета. Поприветствовал всех участников круглого стола и мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Он пожелал успехов в работе вуза и подарил археологическому музею КЧГУ уникальные археологические находки раннего средневековья. В свою очередь директор Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея Хаджимуран Элькаров отметил важность проведения таких мероприятий для популяризации науки. Самое главное в археологии это, наверное, доказать истину. То есть не только доказать, а не скрыть ее. Потому что мы много слышим и знаем, видим, как зачастую привлекательные какие-то чьи-то истории великих, давно ушедших цивилизаций пытаются налево и направо поделить, распространить между собой. Но это ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет. Это однозначно. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра этнографических и археологических исследований КЧГУ Евгений Нарожный в ходе работы круглого стола презентовал 19 номер журнала «Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа», главным учредителем которого является университет. Данный журнал – своеобразная площадка для научного обсуждения проблем археологии и сохранения исторической памяти ученых-предшественников. Здесь актуальные проблемы современной археологии. Во-первых, здесь, скажем так, содружество ученых, кто занимается в бюджетных учреждениях, в том числе и в частных, скажем так, и они увлекают те материалы, которые раскопали в последнее время. И это показывает и уровень достижения, показывает, ну, скажем, что мы достигли, чего еще можем достичь. А вот привлечение иностранных авторов, которые по своему усмотрению, они сами выбирают себе тему и пытаются сравнить с Северным Кавказом. Это очень важно. Один из важных исследовательских трудов по археологии стал сборник «Хумаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований». Ответственный редактор издания, директор Центра этнографических и археологических исследований Качагу Умар Качкара подчеркнул, что данный труд – результат многолетней работы по изучению одного из ярких исторических памятников Карачаева-Черкесии – «Хумаринское городище». Самые интересные находки, которые были вот за это время найдены, о чем вот так можно сказать, на территории городища была найдена Касторезная мастерская, которая на сегодняшний день является единственной на всей территории Хазарского каганата. Территорию Хазарского каганата вы представляете. Грубо говоря, от Каспия до Черного моря, ну еще и часть Крыма, часть Восточной и Южной Украины. Все это огромная территория, которая когда-то подпадала под власть Хазар. Вот на всей этой территории единственная мастерская Касторезная на сегодняшний день обнаружена на Хумаринском городище. Участники могли ознакомиться с уникальными экспонатами, найденными во время раскопок при участии ученых университета. Важно отметить, что ВУЗ намерен открыть магистратуру по археологии, создать карту археологических памятников республики и развивать музейное дело. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Новая постановка пьесы «По следам махаджиров» была представлена Государственным Республиканским Абазинским драматическим театром в Доме культуры Аула Псыш. Эта драма создана по знаменитому роману Бимурзы Тхайцухова «Горсть земли». Альбина Ламкова продолжит тему. Произведение «Горсть земли» очень трогательное во всех смыслах. С этой драмы, созданной по знаменитому роману Бимурзы Тхайцухова, началась творческая история театра. Именно ее взяли для постановки первого спектакля, с которым труппа вышла к зрителю 20 лет назад. На этот раз актеры вновь вернулись к произведению, чтобы поставить его по-иному. Режиссер Эльдар Агачев подошел к этой задаче со свойственным ему стремлением к новизне, склонностью к символизму, делая акценты на световое и музыкальное оформление. Спектакль представлен новыми современными декорациями хореографии. Каждая сцена до мелочи продумана не только игрой, но и великолепными костюмами. Все это ярко символизировало события и ощущения трагедии, через которые пришлось пройти людям. Я думаю, что данный роман «Курс земли» известен каждому Абазину. И каждый Абазин, наверное, считает это самым главным произведением в абазинской литературе. Благодаря финансовой поддержке фонда «Алашары» мы смогли пошить все костюмы и изготовить новые декорации. И хочется выразить в лице Эксекова Мусы Хабалевича огромную благодарность. Подготовка к спектаклю началась с августа, и актеры с поставленной задачей справились. Игра каждого из них была на высоком уровне, с глубоким пониманием пережитого людского горя. Прекрасную осият главную героиню спектакля сыграла Радха Кунижева. Спектакль непростой, спектакль сложный, там много эмоций, много переживаний. Немножко, конечно, побаиваюсь, справлюсь ли я с ролью. Надеюсь, что справлюсь и донесу всю суть спектакля, всю суть роли моей до зрителя. Новизной была и появившаяся «Турецкая речь», которая придала постановке дополнительный колорит. Неизменным в сюжете пьесы остались вечные ценности. Безмерная любовь к своей земле, к своему народу, построенных на отношениях между мужем и женой, детьми и родителями. «Красные линии» в сюжете проходят истории, связанные с мужественностью, гордостью и героизмом. На протяжении всей драмы зритель находился в напряжении. Волнительные эмоции и чувства сопереживания игры актёров никого не оставили равнодушными из присутствующих в зале. «Пектакль очень сильно понравился. Спасибо Абазинскому театру. Очень интересно, очень трогательно». Альбина Ламкова-Лебастанов, Анжела Аджибекова, Вести, Корчаево-Черкесия, Абазинский район. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Хорошего продолжения дня. До встречи.